Добрый день! Я продолжу представление экипировки, обмундирования, снаряжения и сейчас уже в практике. Вот я прошел где-то порядка 8 километров по этому таежному лесу. У меня небольшой рюкзак. У меня, собственно говоря, вот то, что вы видите на мне. И в первую очередь я еще раз подчеркну про обувь. Начну с этого. То есть, посмотрите, что у меня на ногах. У меня на ногах кроксы, очень классные. У меня на ногах гетры. Вот я вам показываю. Я снимаю. Дальше крокса, которая весит грамм, наверное, 70 качественная, оригинальная. Дальше у меня вот такая вот вставка в резиновый сапог, который продается в России. Рублей, наверное, за 20. В Европе там евро 50 стоит. Вот она очень легко одевается. Очень легко. Вот так вот. Дальше одеваю. Так. Дальше одеваю. Ветру. Показываю так. Сейчас уже темнеет, поэтому я тороплюсь. Буду на ночлег становиться. Все. Вот я ее застегнул и готов дальше. Почему это я показываю? Дело в том, что если вы смотрите каналы там спецназовцев, вы смотрите реальные кадры там бои в Чечне, там еще где-то в Афганистане, когда вы видите уже реальных ребят, которые уже прошли, собственно говоря, боевое крещение, то вы увидите, какое на них обмундирование. У них рукава закатаны, у них жилетка, у них совсем другая обувь, ни кирзачи, ни шкары там маркпеховские. У них уже обмундирование, которое им помогает себя комфортно и удобно чувствовать в реальных, боевых или экстремальных условиях. Вот точно так же, как и я. Смотрите, я стремлюсь сам пропустить через себя, через свой ум всю экипировку, что мне нужно для того, чтобы чувствовать комфортно. Не одевать там 10 свитеров, тельняшку там или что-то еще. У меня на мне только моя шкура. Вот. Все. Больше ничего нет. Но она с мехом. Я могу ее совершенно спокойно вот проветрить, снять снизу, отстегнуть, пристегнуть рукав. Я могу работать топором, я могу работать мечом, если мне нужно. Но сейчас я говорю про обувь и говорю про низ. Что я сделал? В первую очередь, я говорю еще раз. Вот моя обувь позволяет мне очень спокойно поднимать ногу, делать любые движения и таким образом мне очень легко, комфортно и удобно идти. Я могу бежать, даже если у меня имеется боекомплект. Сейчас я прошу прощения, это с материка звонит. Так вот, значит, к чему это я хочу сказать? То, что снаряжение играет колоссально важную роль для экстремальных, реальных условий. И вы должны его подгонять таким образом, которое вам удобно для того, чтобы перемещаться в очень сложной, агрессивной среде. Если, например, вы в шкарах или в ботинках, которые, вы знаете, рекламируют различные спортивные, туристические магазины, которые погружают в аквариум, которые не пропускают влагу и в то же время дышат. Но вы провалились, вот как, например, я проходил здесь недалеко, болото. Вы провалились. Что дальше происходит? Они у вас становятся весом примерно где-то 3-5 килограмм, а то и больше. И вот вы такой далеко не уйдете. Вам нужно сушить, вам нужно сушить обувь, вам нужно вытаскивать. Что у меня происходит? Я провалился в болото, я вытащил, вытряс, протел тряпочкой, сменил вот эту вот вставочку или одел носки и побежал дальше. Даже не пошел и побежал. Дальше что? Я вам хочу показать, ну, потому что это дальше будут другие, видите, сюжеты. У меня специальные штаны. Это, в общем-то, обыкновенные такие военно-десантные штаны, которые имеют много всяких прибамбасов, карманов. Я их не сильно переделал, но что я сделал? Я сделал наколенники, добавил, да, вот я могу на любой стоять, сидеть. Я сделал так называемый поджог, видите, у меня здесь, я могу сидеть на снегу, могу сидеть спокойно, не простужаясь, там, не беря холод, что очень важно. Дальше что я хотел сказать? У меня вся экипировка плавает, то есть шапка плавает, да, очки плавают, куртка плавает, то есть она имеет положительную плавутишь. Штаны плавают, ну, про кроксы, про все остальное я не говорю. То есть, если вдруг я погружаюсь внезапно, там, в горную речку, либо провалился, там, ну, не знаю, куда, в водную среду, то у меня будет позитивная плавучесть, мне будет легче намного плавать, чем кому-то другому, который вот имеет другой тип экипировки. То есть, вот, собственно говоря, я демонстрирую только элементы, у меня, наверное, дальше будут другие видеосюжеты, которые, наверное, помогут вам. Ну, мне так они точно помогают, почему. Да, еще что, вот посмотрите, я уже демонстрировал, у меня, что еще, конечно, я с собой ношу ножи. Вот, у меня вот здесь специально есть такой прибамбат, вот я вот здесь ношу нож. Видите, вот он у меня, я могу кувыркаться, и вот такой вот нож. Это мое производство, сделан он по такому типу, простой нож под дерево, да. Что дальше вы у меня еще видите? Вот там многие показывают ремни, как они там помогают что-то делать. Это у меня сетка, как я уже демонстрирую. Значит, раньше показывал, да, я могу сделать из нее гамак, у меня имеется веревка. Возможно, в следующем видеосюжете, если не темня, я вам покажу, как я буду спать. Дальше что? Я могу с помощью вот этой сетки перенести достаточно большое количество дров или груза. Вот, посмотрите, я взял, да, и понес. Не знаю, я могу тут целую вязанку сделать, потому что кто-то там несет ремнями. Мне для этого можно перенести вот таким вот образом. Что дальше еще эта сетка мне может помочь? Конечно же, она мне может помочь при каких-либо встречах серьезным зверям. Ну, например, если вдруг внезапно вышел небольшой там кабанчик или дикая собака Динго и так далее. То есть, я простым сюжетом говорю, что я могу кинуть эту сетку. Вот она немножко тут запуталась, но это ничего страшного, я ее сейчас распутаю. Вот таким вот образом, приделав к ней простой груз. Ну, у меня там есть различные прибамбасы. Вот, таким вот образом сделать, в общем-то, такое движение, которое поможет мне, наверное, выжить или спастись. Я рекомендую иметь любому выживальщику простую вот такую сетку. Функций недостаточно много. Ну, что еще я могу сказать? Для тех, кто ходил в тропиках, в джунглях, вот почему я ношу гетеры, кроксы. Ну, это уже в других видеосюжетах я, наверное, покажу. Они позволяют вам, в том числе, спастись и от змей. Ну, например, вы знаете, что там в Африке, кто был там, мамба, там, кобра, различные другие, там, всякие ползучие скорпионы, там, прочие эти самые. Если вы под гетеры поставите поролон, простой поролон, то змея не прокусит вам. Ну, к примеру, поролон, такой, толстый поролон, который, ну, вот, коврик там для тренировок. Он легкий, он в то же время очень функциональный. Ну, понятно, я уже говорил, что когда, если вдруг змея, то ваше первое движение это такое, потому что она будет тогда бить вам в подошву. То же самое, если вдруг внезапно вы шли вот в таких гетерах, и здесь у вас находится поролон, то удар змеи, в общем-то, будет для вас безопасен. Ну, вот, это я так перехожу уже к другим сюжетам, я думаю, что я вам покажу. А сейчас я обращаю ваше внимание на удобство вот такой формы обуви, вот такой формы, так сказать, нижней части, да, которая позволяет мне переносить себя на достаточно большие расстояния, и в то же время делать любые движения, кувырки. Мне не холодно, понятно, у меня есть запасная смена носков, и есть у меня еще термо, так называемые, поролоновые, эти, как их называют, из неопрена носки, я уже демонстрировал, вот, которые, в случае, если промокнут эти, я легко их одеваю. Вот такой небольшой видеосюжет. Всем привет, с вами Михаил Тамойкинг. Субтитры сделал DimaTorzok